Чайные яйца В управлении посредственного чая, в чайных отходах чайного производства Вареные яйца, тут на хунбейлке лежит она Хунбейтся и можно есть Вареные яйца, тут на хунбейтся и можно есть Добрый день, дорогие друзья Пожалуй, сегодня будет фильм, который даже можно назвать уже традиционным для меня Потому что на этой фабрике я уже далеко не первый раз Это наши давние друзья из района Синчжу Конкретно это Имэй Байпу И здесь делают чай восточной красавице или Дунфан Мэйжэй Это сорта луна, который весьма оригинальный Который многие из вас, конечно, уже знают Кто не знает, в производстве этого сорта луна участвуют маленькие такие закатки Которые нагрызают листики чайные Когда они еще находятся на плантации И таким образом ферментация начинается еще на чайном кусте Сейчас здесь идет производство этого чая Каждый раз, когда я приезжаю, застают ту или иную стадию Потому что весь технологический процесс занимает более 10 стадий обработки И это идет практически сутки Поэтому сейчас здесь подвяливаются свежесобранные побеги Сбор всегда у Дунфан Мэйжэйни ручной Объемы партии всегда маленькие То есть конкретно, вот видите, где стоит у нас 3, 4, 5, 6 подносов Это вот работала целая бригада сборщиц целый день Из этого получится такой мешочек, может быть, килограмм на 15 максимум чая То есть это где-то там 20 дзиньи тайваньских Чуть-чуть меньше, чуть больше Ни хао, ни хао, хао дио пуди Вот, зашел как раз сын, кстати, владельца фабрики Скоро начнется производство Мы, наверное, здесь задержимся И покажем немножко более подробно все технологические процессы Потому что у нас есть время Обычно я очень торопился Сегодня покажем более подробно Вообще, эта фабрика, естественно, не единственная, кто делает инфан Мэйжэй Но мне она нравится, потому что они ребята такие ответственные Не слишком маленькие, не слишком большие С любовью подходят к своему делу Сам владелец фабрики, несмотря на то, что они уже продают тысячи мэйдзиньи Это довольно большой объем, я считаю, что фан Мэйжэй это не дешевый чай Тысячи мэйдзиньи продают и в Материк, в Китай И в Японию конкретно сейчас там в шоуруме у них японская приехала группа Кстати, я подарил директору фабрики свою книгу И там как раз японцы что-то очень восторгли с этим Мы очень долго разглядывали ее То есть очень много разных у него таких коммуникаций международных Несмотря на это, он по-прежнему все равно сам работает технологом Работает также его сын Не останавливается, то есть не уходит там на пенсию И не решил, что он у меня уже достаточно заработал, поэтому хватит Мы сегодня увидим более полный процесс производства домфан Мэйжэй Ну вот, началась обработка чая Причем, конкретно сейчас обрабатываются не те 6 подносов, которые мы наблюдали днем Тот чай, который был сферментирован еще со вчера Сейчас будет идти его обжарка Всего лишь один поднос сырья Обжарка идет на очень низкой температуре, я так понимаю Сейчас сколько времени будет обжаривать? Это 190 градусов То есть 190 градусов Но я так понял, что недолго Сейчас прошу сколько времени будет обжаривать Я уже больше всего? Это около 5 минут 5 минут? Да, да Дюйцы Или хаяу, или джай чай Дюйцы То есть всего лишь один раз идет такая обжарка На медленном как бы огне Медленным прокручиванием он равномерно прогрелся По сути, это просушка 190 градусов в 5 минут И эта стадия будет завершена Как видите, довольно небольшое количество одновременно подвергается сушке Ну, такая, по сути, обжарка Не надо, где сколько конкретно количества Но так чисто визуально, по-моему, около 3, может быть, килограмм листа То есть вот эта вот партия чая была очень небольшая Как видите, все помещается на одном подносе В принципе, сейчас это уже пятая стадия Сначала идет сушка на солнце Потом чай какое-то время томится в тени Это как раз то, что я показывал в самом начале После этого чай, значит, притряхивают в процессе Пока он в тени лежит Потом его складывают на ферментацию Как раз вот эта вот стадия И он ферментируется, как видно, уже это по цвету Сейчас выделился просто невероятный аромат Уже такой прям вот классический аромат для формы жения После этого идет сушка Потом идет у нас формовка в шарики То есть сейчас будет следующая стадия соминания Мастер будет, я думаю, выпускать уже этот чай Второй мастер, значит, скрутил чай в такой шарик Как вы видите, как малого сомереса Сейчас нужно его как следует продать ему форму И только после этого уже будет соминание Дополнительно он еще положил его в пакет Видимо, может быть, для того, чтобы не выходил сок Как я, кстати, именно вот эту стадию соминания Я еще не заставал Хотя уже многократно видел производство соминания И каждый раз всегда застаешь какую-то одну из стадий Сейчас мы постараемся застать их все После соминания, сейчас он подождет, когда будет готова вторая партия Так я понимаю, будут соминать, скорее всего, две части Вы видите, как раз после этого будет стадия сушки Здесь же как раз станочек Гонзао, который в прошлый раз, когда мы здесь были Застал самую финальную стадию И после этого уже хумбей, сушильную шкафу и чай готов Сейчас здесь идут активно финальные стадии обработки В принципе, достаточно быстро все это проходит Сейчас мастер здесь сминает чай Только что вот снял один, значит, небольшой комочек Сейчас идет на работу над вторым Параллельно он сейчас подготовил уже зажег печь для фунгана для просушки Будет сейчас предварительная сушка После которой уже будет запекание именно в шкафах Вообще, как я уже рассказывал, запекание в шкафах традиционно проводилось на углях Но на этой фабрике используют электрические Вот по-разному это делается Есть как бы ценители вот этого припаса, который получается при сушке на углях Есть ценители, скажем так, именно электрической сушки Потому что там тоже получается чай разный И тут как бы более предсказуемый процесс, а там нет Вот высыпалось все из одного мешка Здесь небольшое всем количество Сейчас он будет закладываться в машину для сушки Кстати, я уже здесь показывал Когда мы прошлый раз были на этой фабрике Как раз мы застали только финальную стадию обработки Не смогли застать все стадии Поэтому сейчас посмотрим Сейчас он будет высыпать сюда Это обычная машина для фунгана Причем тоже видно, какая она маленькая То есть это все говорит о том, что очень маленький объем производства Подобные машины, я ее просто размером с пол комнаты гигантских Здесь он только половину тоже разместил Можно сделать их равномерно, распределить по поверхности И потихонечку с повышением температуры Он сбрасывает чай все ниже, 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 ниже Из нижнего ящика он достает уже готовый чай Который после этого идет на сушильные шкафы для финальной сушки Ну вот и последняя стадия обработки Это вот такая финальная сушка Это хумбей, в сушильных шкафах он производится Также здесь еще есть такие электрокорзины Но традиционно делалось это на корзинах дровяных Вот, я думаю, что на этом конкретно в фильме я завершу, наверное, показ Именно то, как работает этот завод информажения А в следующий раз съезжу еще на парочку производств Которые мы тоже работаем Но каждый раз, когда я там оказываюсь, там чай не делают А здесь ребята трудолюбивые Почему-то всегда получается, когда я приеду, они делают чай И поэтому я застаю здесь те или иные стадии Это невероятный роман у Дунфанной Жени Все-таки недаром называют его венцом творения тайваньских чайных технологов В комментарии к этому видео оставьте свои впечатления о Дунфанной Жене Или, может быть, напишите тот чай улун, который вам больше всего понравился Будет очень интересно услышать ваше мнение Потому что у многих разные вкусы И у лунов очень много существует Буду рад услышать что-то об этом в комментариях Всем большое спасибо! До новых встреч!